приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня приготовим баструму не путайте в пастромой баструма изначально блюдо которое готовилось ну и готовится сейчас по сей день во всех странах ранее входивших состав османской империи то есть я так предполагаю что блюдо изначально тюркское или турецкое но на сегодняшний день она очень широко распространено у меня воспоминания бастроме вообще из детства советские времена когда мясные мясные продукты были дефицитом папа где-то доставал ее купить нельзя было просто так в магазине но мы в киеве жили вот просто в магазинах бастрома не продавалась продавались в лучшем случае там хорошие времена в 80-е продавались вареные колбасы какие-нибудь сырокопченые варенокопченые колбасы бастрома на полках магазинов отсутствовала и мой отец ее доставал именно я вот четко запомнил это этот термин и нельзя было просто купить и надо было достать мы регулярно после этого готовили но как уже в постсоветские времена естественно регулярно готовили бастрому а на самом деле на сегодняшний день бастрома распространена ну как я уже сказал в очень широком очень широкий ареал распространения частности очень вкусная бастрома в азербайджане достаточно вкусная бастрома в армении в турции вообще невероятно вкусная бастрома но в общем везде она очень вкусная очень вкусное мясо готовится но методом вяленья причем вялиться в специях Специи, как бы, соотношение специй на килограмм мяса я размещу в описании видео. И, как бы, ну вот вкратце, что нам из специй понадобится. В первую очередь, самый главный ингредиент, такая специя пожитник. Имеет очень много разных названий, вроде бы то же самое, что у цхунели. Но мы покупали именно пожитник. Помимо этого, вот для этой обвалки в специях мяса используется красный жгучий перец, красная паприка и гранулированный чеснок. Также вы можете купить в магазине Ем колбаски, который доступен как на территории Украины, так и на территории России. Прямо набор, готовый набор, смесь для баструмы. Как ее использовать, мы расскажем далее. В первую очередь, нам надо мяско засолить. Надо засолить. И, как бы, еще несколько слов расскажу про мясо. Баструма классическая, готовится, естественно, из говядины. То есть, наверняка, ее можно сделать из свинины. Я не знаю, не пробовал. Можно сделать из курицы, точно знаю. Как бы, даже видео снимем в какое-то обозримое время на этот счет. Но сегодня мы говорим о классической баструме. Это говядина. Мы взяли беточную часть и тщательно, видите, какая она красивая, тщательно зачистили ее от всех жил и сухожилий. То есть, мясо должно быть полностью зачищено от всего. Позже мы ее вот так вот прессуем. Ладно, я не буду забегать вперед. И по поводу засолки. Баструма у нас будет готова в среднем через 2-3 недели. И сейчас, на этапе засолки, мы должны четко определиться, как мы ее хотим употребить. Если мы ее хотим, мы делаем немного и хотим ее быстро съесть, то нам достаточно будет одной поваренной соли. На килограмм мяса мы берем 60 грамм соли. Если мы хотим, чтобы баструма у нас хранилась в течение месяца, тогда нам надо взять 30 грамм поваренной соли и 30 грамм нитритной соли с содержанием 0,4% нитрита натрия. Также можно купить в магазине Ем колбаски. Друзья, поверьте, я не рекламирую этот магазин, привожу его просто для примера, потому что очень удобно в нем покупать, в нем есть все. Конечно же, все эти ингредиенты я четко знаю, что можно купить значительно дешевле в других магазинах, но по отдельности. Нитритную соль в одном месте, специи в другом и так далее. Просто магазин Ем колбаски удобен тем, что в одном магазине продается все, что нужно для приготовления колбас. Если мы хотим получить баструму длительного хранения, тогда мы используем только 60 грамм нитритной соли с содержанием 0,4% нитрита натрия, друзья. Вот такие вот условия засолки, которые повлияют на дальнейшие сроки хранения нашего мяса. То есть в данном случае нитрит натрия не только сохраняет цвет продукта, тут как бы горячей обработки нету, поэтому продукт цвет не потеряет. Он у нас больше выступает консервантом, да, совершенно верно. Итак, друзья, сейчас засолим мясо. По поводу соли есть еще одно условие. Крайне нежелательно использовать едированную соль. Итак, мы используем смесь 50% нитритной и 50% поваренной соли. Хорошенько натираем наше мясо солью. Со всех сторон. С торцов тоже. Важно, чтобы оно у нас равномерно просолилось. Это будет очень вкусное блюдо, особенно к праздничному новогоднему столу. Собственно говоря, мы рассчитываем его получить. Или не успеем уже к праздничному новогоднему столу. Как раз успеем. Да. Сольку вот так вот хорошо надо втереть в мясо. Именно не просто посолить, а натереть. Так делали наши предки. Не натирали. Толстеньким-толстеньким слоем. Помещаем мясо в контейнер, друзья. Сейчас я вот это вот сверху прям вот так возьму и посолю. Ну и сам посолюсь заодно. Помещаем в контейнер и в морозильник. Ой, в холодильник. Я прошу прощения, какой в морозильник заговорился. Да, в холодильник на трое суток. Каждые сутки или каждый день утром и вечером мясо в контейнере надо перевернуть. В холодильник как бы помещаем где-то посередине. То есть не в самое теплое место, не в самое холодное. Пусть наше мясо просаливается. А через трое суток, друзья, мы с вами увидимся и расскажем, что с ним делать дальше. Друзья, наша баструма засаливалась три дня. Такая плотненькая стала. Вот такая вот она. Следующим этапом нам ее вымочить. Вымачиваем в часах столько же, сколько солили в днях. То есть три дня солилась. Давай я обмою. Обмоем, да? Да, обмоем. Сейчас Лариса обмоет ее. Причем она как-то интересна. Она приняла форму судочка. Лариса обмыла. Мне кажется, вот этот кусок мяса сейчас бы на гриль. Получился бы такой жирнючий стейк. Соленый. Что-то соленый, думаешь, очень. В общем, для того, чтобы у нас мясо было равномеренно просоленное, чтобы сильная просоленность наружного слоя ушла, помещаем его в чистую холодную воду на три часа. Три часа вымачиваем и потом подготовим мясо к первому этапу просушки. Вымочилось. Промахнем его полотенечком. И расскажу, что мы с Ларисой задумали сделать. Вот как бы оно красивое, но оно такое не похоже на баструму. Хотелось бы, чтобы баструма была какая-то вот такая. Вот. Поэтому мы решили, вначале думали обвязать, а потом решили воспользоваться компрессионной сеткой. Берем такую трубу, используем как гильзу, для того, чтобы натягивать сетку. Опа. Ей чуть-чуть не хватило. Ничего, сейчас туда его проденем. Хорошо, что оно не очень большое. Потому что большое я бы так бы не подрихтовал бы. Таким вот образом. Еще его вот так вот уплотню. Чтобы она у нас имела какой-то более-менее похожий на баструму вид. Вот так вот. И, друзья, повешу нашу баструму. Обсушится на сколько? На 1 суток, да? Ну, более на 2 суток получится. Ну, да. Повесим сегодня суббота, воскресенье, понедельник. Подвесим на 2 суток в прохладном месте. Пусть она у нас обсыхает и немножко начинает подвяливаться. А после этого будем укутывать ее в специи. Наша баструма, дорогие друзья, висела 2 суток, обсыхала, подвяливалась. Сейчас достану. Посмотрим, что у нас получилось. Мы достигли результата. Спрессовали ее. Видите, если она раньше была плоским блином, то сейчас стала такой красивой колбаской. Колбаски мы любим. И приготовим обмазку. Значит, обмазку, как я уже говорил, мы покупали в магазине Ем Колбаски. Готовую обмазку для баструмы. В принципе, в описании видео я разместил полностью состав этой обмазки. Поэтому можно ее приготовить самостоятельно. Вот основной ингредиент здесь это пожитник. Или пожитник, не знаю, как называется. В общем, мы не нашли эту фиговину, отдельно продающуюся. Говорят, что это тоже одно и то же, что и у Цхунели. Но, по-моему, не одно и то же, если честно. Но, в общем, мы купили готовую смесь. Значит, теперь нам эту смесь, эту обмазку надо разбавить. Разбавляем ее в пропорции 1 к 3. То есть, я беру 20 грамм обмазки и 60 миллилитров тепленькой водички. И начинаю это дело размешивать. Через некоторое время она набухнет. Ну, я думаю, я вот так вот оставлю ее минут на 10-15. Хорошенько сейчас размешаю. Пахнет очень достойно. И дам ей полностью регидрироваться, чтобы она набухла. После этого займемся обмазкой. Ну, естественно, буду вот так вот время от времени подходить и помешивать ее, дорогие друзья. Приготовилась вот эта вот обмазка. Сейчас Лариса нам покажет, как нам обмазать баструму. То есть, надо вот эту вот пасточку равномерно нанести со всех сторон на нашу будущую баструму. Видите, какая она после сеточки хорошая, такая ребристая. На ней пасточка будет держаться красиво. Я бы, конечно... Ну, я хотел делать это руками. Лариса сказала, погодь, я сейчас красиво сделаю шпателечком. Потому что я, конечно, шпателем такое не смогу сделать. Обмазывать мы ее будем два раза, друзья. Сегодня обмазываем ее. Мы продели... Покажи, мы не показали. Просто прокололи мяско и продели сквозь кусочек мяска веревочку, чтобы ее удобно было подвешивать. Сегодня обмазываем первый раз. Она подсыхает. Причем первый раз нам, ну, особо можно не заморачиваться с качеством обмазки. Мы это все выровняем завтра. Когда будем обмазывать второй раз. Вот, мне кажется, у Ларисы сейчас тоже придется прибегать к помощи рук. Мы можем убить. Посмотрим. Потому что шпателем одно дело плитку затереть шпателем, а другое дело баструму обмазать. Мне кажется, это дело вообще... Ну, такое... Ручная работа. Ну, может, Лариса исправится. Таким вот образом, друзья, обмазываем ее со всех сторон. Обмазали вот таким вот образом. Можешь ее покрутить со всех сторон, показать. Такая красотуля у нас получилась. И оставляем ее на подсыхание на сутки. То есть, подсыхать она у нас будет при температуре 10 градусов. Ну, 10-11 градусов. В принципе, просто на лоджии. То есть, в холодном помещении. Ну, вот. А завтра обмажем второй раз, друзья. Наша баструма, друзья, обсохла. И на следующий день сделаем второй слой обмазки. Точно так же мы замочили заранее обмазку. Где-то 15 минут она регидрировалась. Вот приняла такую пастообразную форму. И второй раз обмажем нашу баструму специями, чтобы она была в таком, в толстом, как положено, слое специй. Пахнет очень классно. Сегодня я понюхал ее и действительно появился немножко запах уцхунели. Ну, если вы знаете, точно можете с уверенностью сказать, действительно, уцхунели и пожитник это одно и то же. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что мне хотелось бы, конечно, не покупать готовые специи, а все-таки делать их самостоятельно, эту обмазку. Вот все ингредиенты меня совершенно устраивают, за исключением страшного пожитника. Сейчас обмажем и покажу, что у нас получилось. Обмазали полностью второй раз. Вот, посмотрите, Ларис, покрути его, пожалуйста. Так, равномерно у нас получилось обмазать. И теперь, друзья, отправляем баструму на вяленье. Этот процесс, в зависимости от температуры, займет от 10 до 14 дней. То есть, при температуре 10 градусов и влажности 75%, мы планируем... Даже не 75, 70% у нас будет, да? 65 где-то. А, 65. То есть, мы не будем его в камеру помещать, а просто в прохладном помещении на лоджии будем вялить. Две недели планируем его вялить. Если в помещении потеплее и посуше, то, в принципе, я думаю, что она будет готова через 10 дней. Итак, друзья, через две недели мы вам покажем наш результат, что у нас получилось. Итак, дорогие друзья, вызревала наша баструма, ну, вялилась две недели. Режем? Ну, да. Режем. Лариса дает добро. Сейчас мы ее зарежем. Опа! Вы посмотрите, какая красота. Вообще! Сейчас отрежу тоненький кусочек и покажу разрез. Это вообще... Я не ожидал. Запах божественный. Друзья, посмотрите на это мясо. Это нечто. Ну, вот так вот выглядит обмазочка. Она полностью высохла. И вот как выглядит мяско. Это вообще просто супер. Интересно, как на вкус. Сейчас попробуем. Итак, дорогие друзья, попробуем, что получилось. Мясо нежнейшее. Как и положено баструме, оно достаточно пряное. Вот эта вот обмазочка, хоть мы ее и тоненькую сделали, в принципе, ее обычно делают значительно толще. Но... Я вот не люблю реально, когда на баструме обмазка таким 4-5-мм коржом. Мне кажется, вот так вот, тоненьким, значительно... значительно все лучше. Но оно действительно нежнейшее. На бутербродик с маслицем... Это... Очень классная баструма. Не зря мы потратили немного времени. Не зря купили эту вырезку. Получилось очень круто. Дорогие друзья, с радостью и с удовольствием делимся с вами замечательным рецептом баструмы. Пробуйте приготовить по нашему рецепту. У вас обязательно получится. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы отвечаем на все вопросы наших подписчиков и просто зрителей, не подписчиков. Но, естественно, остановитесь подписчиками, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые интересные рецепты, дорогие друзья. Если видео вам понравилось, естественно, ставим палец вверх. Ну и, собственно говоря, естественно, мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока.